Бывшему журналисту-коммерсанту и ведомости, а ныне советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову в понедельник должны быть предъявлены обвинения по делу о государственной измене. ФСБ подозревает его в передаче информации спецслужбам Чехии о поставках оружия России на Ближний Восток и в Африку. Сафронов был задержан 7 июля и в тот же день арестован Лефортовским судом на два месяца. Защита бывшего журналиста уже обжаловала его арест. Он писал конкретные вещи про военно-стратегическое сотрудничество России и других стран. Может быть, кому-то когда-то где-то он перешел дорогу. Дело касается 2017 года. Если я правильно понимаю логику обвинения, факт передачи каких-то материалов каким-то образом состоялся в 17-м году, через 5 лет. А 5 лет он что делал? Он что, ничего не передавал? Зачем нужен агент, который никому ничего не передает? Это не сигнал, это тенденция. Это факт жизни журналистов России, что да, в любую секунду такое может произойти. Песков с Иваном близко знакомый, чтобы Песков всегда отвечал Ивану на его звонки. По словам Кремля, дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов. Как отметили в Роскосмосе, задержание советника гендиректора не касается его текущей работы в госкорпорации. В суде Сафронов заявил, что вину не признает и отказался давать показания на допросе. На акции в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали больше 25 человек. Петиция новой газеты за проведение честного и открытого процесса над журналистом собрала уже более 55 тысяч подписей.